Всем привет! С вами новости Домисольки. Сегодня в эфире артисты театра в передаче Север Шоу на телеканале РУ-ТВ. Выступление на всероссийском юношеском историческом форуме. Концерт для Домисольки с оркестром. Домисольки с оркестром. Кто этот дядя? Мне кажется, это рэпер. Он читает песни, пишет их, поет. Он музыкой занимается. Я не знаю, кто это, но мне кажется, это рэпер. Ну, он, думаю, играет рок какой-то. С такой одеждой и такой прической явно должен быть, скорее всего, рокером. Мне нравится то, что у него цепь висит, видимо, дорогая. Мне кажется, с другой одеждой, с другой прической это был бы отличный человек, а такой стиль немного странный. У него черные волосы, я такие хочу, но мне мама не разрешает их делать. Моя одежда лучше, чем ее. Материал у нас наснимали на три выпуска, так что кроме сегодняшнего дня, строчка просмотр Север Шоу в 16.00 в вашем расписании еще должна быть 14 и 21 мая. К тому же получилось очень смешно и забавно. А мы вас потом проверим. А во вторник, 19 апреля, Домисольки выступили на первом всероссийском историческом форуме для школьников. Он проходил в Музее Победы, но привычная для нас концертная площадка преобразилась до неузнаваемости и выглядела так, как будто мы на сцене Кремля. Раз уж форум был исторический, мы подготовили для вас небольшую викторину. У вас будет 10 секунд на ответ. Первый вопрос. В каком году Юрий Гагарин полетел в космос? Второй вопрос. В каком году Россия провела чемпионат мира по футболу? В каком году был основан театр? Ну что, у кого три из трех? Пишите в комментарии. В Москву наконец-то пришла настоящая весна. На деревьях набухают почки, и солнечных дней становится все больше. В это время, как никогда, хочется творить и делать крутые вещи. Вот и фортепиано-теоретический отдел Домисольки влился в поток и придумал новый проект. Впервые в истории театра наши артисты выступят с камерным оркестром Карабас Стринг Оркестра. Идея «Дети играют с оркестром» возникла не случайно. Педагоги фортепианного отдела так увлеченно работают, а дети так усердно занимаются, что этот праздник должен состояться. Нам всегда хотелось расширить горизонты, расширить границы детского музыкального творчества. Программа концерта составлена очень разнообразно. От пьес эпохи барокко Иоганна Себастьян-Бах до джазовых миниатюр и пьес современных композиторов. На наш замечательный концерт мы пригласили много гостей. Желаю всем ярких эмоций, новых впечатлений, а участникам, солистам, пианистам, конечно же, творческого вдохновения и успехов. К деятельности фортепиано-теоретического отдела подключился и художественный отдел. Мы долго думали, как это может быть, то есть что-то мы применяли где-то, рисуночки, сольфеджио. И вот, наконец, это случилось. Это было очень увлекательно и интересно. Ну вот представьте себе произведение Медведковского вместо Диксиленда. Ну вот как его нарисовать? Ребятам это очень понравилось. Даже выбирали технику под данные произведения. Если, например, это мажор, какое-то буйство красок, акрил, какие-то более густые краски. Если это минор, то уже в ход вступила акварель, акварельные карандашики, пастель. Очень хочу, чтобы это все состоялось, чтобы просто получился праздник, феерия, чтобы была феерия праздника. Это был интересный опыт, которым наши артисты смогут похвастаться в будущем. Сольное выступление с камерным оркестром. Звучит, как солидное достижение. Мы были рады провести подобные мероприятия в стенах театра. Благодарим камерный оркестр, фортепиано-теоретический и художественные отделы. Надеемся, что это будет начало чего-то большего. На сегодня все. Желаем вам солнечного настроения. Не забывайте подписаться на наши соцсети. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!